Всем привет! Вы на канале Клауд Сити. Меня зовут Вадим и я продолжаю вас знакомить с рассказами Нарине Абгарян из ее сборника «Понаехавшие». Сегодня у нас на очереди глава восьмая. Горожанин иммигрант. Так уж получается, что жизнь иммигранта усеяна не только розами. Шипов на его нелегкую высоком пути покорителя столиц тоже не счесть. Да чего уж там скромничать? Шипов раз в миллион больше, чем роз. Поэтому иммигрант чаще всего имеет вид несколько настороженный. Ну и если не взороженный. Мало ли что может ожидать от гаража. Эвана ходят из себя расфуфыренные, глядят косо, складывают губы презрительные фе. Злые какие-то, негостеприимные. Ну, вроде все у них есть. И прописка, и работа, и гражданство. А все равно злые. Вот так приблизительно и думает иммигрант, не подозревая, какую бурю эмоций он вызывает одним своим видом в душах гаража. Идет, к примеру, горожанин свою привычную булочную. В эту булочную его за руку еще бабушка водила. Варвара Петровна, Царствие Небесное. Сорок лет прошло, а ничего с тех пор не изменилось. Редкое для столицы счастье. Тот же деревянный крашеный забор, да низенький каменный домик со скрипучей тяжеленной дверью. Стукнет кто-то створкой и вырывается на улицу. Горячий ароматный дух свежевыпеченного, белого, ну да чуть кислый, тяжеловатый, ржановая. Идет себе горожанин по родной улице, осенне золотистыми ботинками подевает, предкушая ломтик швейцарского сыра на темной, щедро обсыпанной семенами кориандра горбушки Бородинского. Заходит в булочную и в привычной русоволосой очереди цепляет взглядом на осторожного эмигранта. Эмигрант весь из себя в стопорщины, глаза от ответственности за непрошенную миграцию в растопыр, стоит непринужденно в очереди и прикидывается местным. Не микрирует, дабы не слишком выделяться из толпы. Он одет во все самое лучшее. Спортивный костюм, остроносые лаковые туфли, черная вышитая золотыми гуччи кепка. Рядом топчется жена в богатом атласном халате, надетом на платье с обильным валаном. Волосы убраны под переливчатый платок. На ногах кожаные тапки и шерстяные носочки с микки-маусами. Последний писк провинциальной моды. Горожанин в замешательстве. Он явно не готов к такому визуальному экстриму. Не затем он спешил в родную булочную, чтобы лицезреть провинциальные прет-а-порте. И губы его не произвольно складываются в презрительное фе. Злые какие-то они, негостеприимные, думает эмигрант, наблюдая вытянувшееся лицо горожанина. Вроде все у них есть. И прописка, и работа, и гражданство. А все равно злые. Вот ведь страсти господни, не удумевает горожанин, представясь в конец очереди. И чего им дома не сидится? И едут, и едут, и едут. Вот сколько можно? Так и расходятся, оставаясь каждый при своем. Понаехавшая энд кол. Таня, кто такая тетя Нина из Белиси, ты не знаешь? Не знаю. И я не знаю. Мимино. Слух о том, что старшая дочка зубного доктора переехала в Москву, устроилась в банк и работает аж в интуристе, с космической скоростью облетел родной городок. И в одночасье понаехавшая стала звездой местечкового районного масштаба. Скоро в гостиницу зачастили редкие угнездившиеся в Москве земляки, поглазеть на свою знаменитую землячку, а заодно поговорить за жизнь. Гости с гор не оставляли равнодушными никого. Ни охрану, ни работников-обменника, ни иностранных туристов. Потому что если для понаехавшей две огромные волосатые ноздри под кепкой это дядя Рамзик, отец одноклассника Гарика, то для неискушенных северных жителей это троглодит и, боже ж ты мой, что это было? Опять же, если на фоне извилистой горной дороги сухонький мужчина в кургузом пинжачке поверх вязаной жилетки и в брюках, заправленных шерстяные носки, смотрелся вполне органично, то в фойе гостиницы «Интурист» он вызывал сам противоречивые чувства. От стремления с провали незамедлительного свояси до желанной подойти поближе и рассмотреть чуть ли не в лупу. Понаехавшая бесконечно переживала за своих земляков. Вести себя как столичные штучки они категорически не умели. Разговаривали только криком, активно жестикулировали, стояли руки в боке и отчаянно страдали от того количества одежды, которую приходилось носить в русские морозы. «Баревчана!» – раскатисто демонстрировал свою незамутненную радость от встречи с понаехавшей земляк ветхой тужурки, расклешенных брюках и повязанной изящным бантиком под подбородком ушанки. Главное, чтоб уши не мерзли. «Барев здесь!» – скидывалась понаехавшая и, увлекаясь за собой сияющего гостя, укрывалась в самом дальнем уголке интуриста подальше от любопытных глаз. «Ты меня помнишь, да, дочка? Я дядя Сето, двоюродный брат тети Вали, который жена дяди Гургена, который в 73-м году чинил москвич твоего деда». Ух! Понаехавшая могла поклясться чем угодно, что дядю Сето она видит впервые в жизни. «Ну, ты тогда еще маленькая была, помню, сидела на горшке, все никак покакать не могла». Глаза вылупила и смотришь напряженно, как совенок. Голос дяди Сето, руша преграды, проникал во все щели и закоулки гостиницы, камня на камне не оставляя от репутации понаехавшей. «А упрямая была», — гудел колоколом дядя Сето, — «мать тебя кормит, а ты наберешь в рот пюре, прибегаешь на веранду и давай во двор плеваться. А потом, как ни в чем не бывало, возвращаешься на кухню за новой порцией». Обменник каждый раз драгивал, завидевшив в окошке очередную усато-носатую, расплывшуюся в счастливой улыбке деревенскую физиономию. О.Ф. ласково называла визитеров понаехавшей чипермесами и вызывалось разговаривать с ними светские разговоры. «Вас как зовут?» — учтиво ходила она вокруг древнего веслоухого деда в военном кителе и фуражке времен последней русско-турецкой войны. «Варлам Аршавирович», — галанта представлялся дед, «я тут для нашей девочки бастормой принес и лаваша с домашним сыром». «Хм, не откажемся от гостиницы», — отвешивала реверанса О.Ф. «Какими судьбами в Москву? Проездом или...» «Навсегда?» «Проездом», — улыбался дед, поправляя на затылке резинку, который заботливо перетянул очки. «В Голландию уезжаю на ПМЖ детям». «Хм, хочешь, мы тебе рубли по оптовой цене на гульденом поменяем», — продолжала сыпать книг Семена О.Ф. «Не, спасибо, добрая женщина. Дети мне карточку сделали». И дед неуклюже, ковыряясь натуженными пальцами на грудном кармане, доставал голден визу. «Вот». «Мать!» — заворачивала потом в лаваш. Влажные ломти брынзы сполошенной О.Ф. На голове резинка от трусов, а в кармане голден виза. «Только в Голландии его не хватало. Доедет до улицы красных фонарей и счастливо окочурится от огромного количества голых баб». «А чё сразу окочурится?» — обижалась понаехавшая. «Ладно». «Скопытица», — шла на уступке О.Ф., закусывая прозрачным ломтиком острой быстурмы. «Однажды понаехавшая отпросилась с работы на одну смену. Аккурат в этот день с визитом вежливости в гостиницу явился троюродный кузен крестного сына тети Светы Вагаршак. Вагаршак готовился к визиту основательно. Густо набрели мину немалосердно вьющиеся волосы. Надушился туалетной водой «One Man Show». Заправил вареные джинсы фасона «Банан» в лакированные штиблеты на небольшом 5-сантиметровом каблуке. Сияние, исходившее от штиблет и прически, слепило всё в радиусе полтора километра. Заменяющая понаехавшую Наталья была сражена на повал. Вагаршак тоже. После обстоятельного разговора за жизнь Вагаршак галантно спросил у Натальи телефон. Преподнёс ей двухлитровую бутыль тутовки и откланялся. Трепетная Наталья отвинтила крышку и не до вечера понюхалась к самогонке. Посидела минут 30, приходя в себя от ударной волны. Восстановила рефлексы, собрала глаза в кучку и потопала в туалет, выливая тутовку в унитаз. «Главное, чтобы О.Ф. не видела», – приговаривала она, пестно на груди бутыль с 70-градусной нефильтрованной водкой. О.Ф. нарисовалась на пути Натальи совершенно неожиданно. Как если бы слышала её ментальный призыв. «Ха, а что это у тебя в руках?» – стала руки в боке она. «Водка». Это растерянность Наталья брякнула правду. О пьянке, случившейся в тот вечер среди обслуживающего персонала гостиницы, потом долго слагали легенды. Двух литров тутовки хватило на то, чтобы полностью деморализовать обменник, магазин-салон «Русский меха», киоск «Интим», а также начальника охраны Сергея Владимировича, кличка «Дровосек». Поговаривали, что О.Ф. отчаянно горлание репертуар группы «Комбинация» наматывала круги по фойе в длинной соболинной шубе и меховой шапке. Ценник 800 У.Е. бодро мотался по её лицу, и О.Ф. периодически притормаживая, трогательно пыталась заправить его за ухо. Незгибаемый Сергей Владимирович, кличка «Дровосек», непрестанно переговаривался по рации со своими подчинёнными исключительно в уменьшительно ласкательных выражениях. «Максюта, пупсик», – вешал он в рацию, стоя в полуметре от Максюты Пупсика. «А сходи-ка ты, малыш, на третий этаж, да попроси у Ириадочки нашей Михайловны медицинского спиртику. Немного, буквально граммчиков триста. Обещает мне тортик или цветочки на могилку, если она тебе откажет». Трепетная Наталья вывесила в окошке обменника «клозет» и улеглась умирать на диван в кабинете директора магазина «Русский меха», накрывшись палантином из Чернобурки. А тоненькие продавщицы «Русский мехов» скакали козочками по периметру зимнего сада и строили глазки оплоумевшим от такого несусветного представления немецким бизнесменам, впоследствии оказавшимися бельгийскими пенсионерками. Не случись в тот день заезда трех финских групп, влетело бы всем. Но туристы из Финляндии, счастливо добравшись до русской водки, оперативно напились до положения «Из» и колобродили до «Траффайе», чем удачно отвлекли внимание гостиничного начальства на себя. Авторитет жителей высокогорного городка был полностью восстановлен в глазах работников интуриста. «Это ж трындец какой!» – заякалась О.Ф., вспоминая свое состояние после стопочки тутовки. «И это они пьют постоянно?» «Поклянись!» «Мамой поклянись!» «Каждую неделю?» «Да, практически завтрак ею каждый день!» – пожимала триумфально плечом понаехавшая. «Совет!» «Имигрируя в другую страну, не унывайте!» Не забывайте, против любого лома найдется прием в виде другого 70-градусного нефильтрованного лома. Кусок хлеба На следующий после разрушительного визита в гостиницу день Вагарша позвонил Наталье с предложением встретиться, чтобы поесть кусок хлеба и друг друга лучше понимать. «Одну минуточку!» – пропела трепет Наталья в трубку. «Вагарш... Ва... Вашарк... Ваг... Вагаршак... Вагаршак!» – галатно каркнул троюродный кузен крестного сына тети Светы. «Ай, один хрен!» «Подождите буквально минуточку! Я сейчас вам перезвоню!» «На моем глазу!» Наталья отсоединилась и тут же набрала им турист. Понаяхавшая была как раз по уши в работе, когда зазвонил телефон. Перед окошком змеялась длиннющая очередь из представителей финно-угольских племен, которая со скандалом требовала незамедлительного ченджа. Нужно было срочно заселиться в номера, чтобы потом с финно-угольским размахом отдохнуть от сухого закона, царившего в их Европах. «У него что, совсем денег нет?» – возопела Наталья, как только понаехавшая подняла трубку. «У кого это? У него?» «Наталья, у меня времени в обрез! Тут народу море!» «Включи громкую связь! Мне срочно! Пожалуйста!» «Ладно!» Понаяхавшая включила громкую связь и с улыбкой обратилась к очередному финну с колокоченными усами в пол лица. «Мистер, what do you be so king?» «Мисс!» – возмутился в окошко усатый финн. «Вау!» – заклокотала понаехавшая, а про себя извительно подумала. «Вот ведь до чего людей феминизм доводит!» «Нет, чтобы усы сбрить!» «Ну или на худой конец замаскировать бородой!» «Слушай!» – между тем надрывалась Наталья. «У этого вашего рака, что, совсем денег нет?» «У какого вашего рака?» «У горшака!» «Ага, у него!» «Он пригласил меня на кусок хлеба!» У Наталья от негодования задержал голос. «Это как понимать?» «Ну что ты!» «Съесть кусок хлеба – это всенасима идиома!» «Сама ты идиотка!» «Наталья, идиома, а не идиотка!» «Хорошо, идиома!» «Чего обзываешься-то?» Понаяхавшая читала деньги, положила в лоточек, наклонилась к телефону и заорала в мигающую кнопку громкой связи. «Да не обзываюсь я! Это термин такой, понимаешь? Термин!» «Мисс!» Трогательно постучался кончиками пальцев в окошко очередной клиент. «Just a moment!» Выпочерно улыбнулась понаяхавшая и ткнула пальцем в телефонный аппарат, мол, разговор очень важный. Фин, понимающий, кивнул, обернулся к очереди и сказал что-то на своем финском, весело посмеиваясь. «А заодно сделал жест в другой смысле. Трубку не подняла. Несчастная русишь-фантастишь. В аппарат надрывается». «Ха-ха-ха-ха!» Беспардонно загоготала очередь. Понаяхавшись, дымелилась. Некоторые туристы имели весьма обидную привычку. Заглядывали в окошко обменника и откровенно смеялись над неутешительной постсоветской обстановкой. В целом девочки к такому поведению прежних относились индифферента. Но иногда беспардонность заезжих туристов зашкаливала. И тогда то одна, то другая кассирша срывалась. Сегодня был день понаехавшей. Анари Луновский деревец загрохотала многочисленными замками, выскочила из обменника и, выхватив пламенеющим взором из толпы притихщих финнов, переводчицу Аню гаркнула, что есть мочи. «Объясни этим дикарям, что у нас давно уже существует громкая связь, и можно спокойно переговориться. По телефону, не поднимая трубки. Ты бы хоть этой позорной связкой амбарных ключей не тошла, чудо в перьях», вдохнула Аня. Но собралась и черкальным советским голосом перевела финам гневную речь понаехавшей. «Андестант?» — вдохнула она огнем на очередь понаехавшей. «Андестант?» — вытянили струну финны. «Тота!» — мытнула наша героиня, торжественно ставила ключ в замок, и минут десять под заинтригованные взгляды им туристов врывалась в обменник. Гремя всевозможными ключами, скрипя ржавыми винтиками и шпунтиками, наваливаясь элегантно, когда плечом, когда коленом на железную дверь. «Ты где?» — прорвался сквозь скрежет испуганный вопль Натальи. По наехавшей впервые в жизни остро захотелось ответить в рифму матом, но она героически держалась. Нечего ударять в грязь лицом перед иностранцами, особенно когда у тебя за плечами великая родина Советский Союз, и ты в ответе за то, что в ней родилось. Совет. Не стоит пугаться приглашения на кусок хлеба. Кусок хлеба — это ужин, чаще всего в национальном ресторане, с обязательным шашлыком, вином, сыром, зеленью, бастурмой, суджухом, мышуном и лавашом, с изжогой на ночь и похмельем с утра. Такие вот прозаические дела. Финал история куском хлеба. Убедившись, что кусок хлеба не подразумевает под собой ничего оскорбительного, Наталья согласилась на свидание. Но, как всякая уважающая себя девушка, несколько дней вертела хвостом. Не говорила «да», но и не говорила «нет». Строила себя недотрогу и томно вздыхала в трубку. Вагаршак на каждый ее томный вздох покрывался благоговенной и спаренной и выдавал подстрочникам диковинные обороты речи. Наталья исправно пугалась и обрывала телефон, понаехавшись с требований безотлагательно расшифровать смысл вагаршаковых, прямо-таки, выражений. «Ты понимаешь, что словами «я грязь под пятки твоей» или «помою твои ноги и выпью воду» в России можно, если не напугать, то сильно озадачить человека», толковала троюродный кузен и крестного сына тетя Света понаехавшая. «Мамина солнышко, больше так не буду», — заверял Вагаршак. «Ты опять за свое. Это что за выражение такое, мамина солнышко? Но у нас ведь принято так клясться». «Так это у нас». «А можно хотя бы говорить «мамой клянусь», — не сдавался Вагаршак. «Можно», — вздыхала понаехавшая. Она понимала, если убрать из речи Вагаршака все идиоматические выражения, то ничего, кроме междометий и набивших оскомину рекламных слоганов типа «Хоппер инвест – отличная компания других» не останется. Через неделю произошла церемония поедания куска хлеба. Наталья была сражена на повал галантностью своего кавалера, который виртуозно заворачивал лаваш, овечий сыр, зеленью и бастурмой и сыпал стихами, как комплиментами. «Над долинами и с горием гордо леет буревестник черной молнии подобный. То, как зверь она завоет, то заплачет, как летя», — рекламировал Вагаршак, подкладывая своей музе сочные куски шашлыка. «Вон сколько правильных слов знает», — тихо радовалась муза, запивая мясо терпким вином арями. Скоро между ними завязался роман со всеми вытекающими. Ночными прогулками по спячему городу на зеленой Вагаршаковой копейке. Ссорами на кухне. «Ты не умеешь готовить толма?» Можно подумать, ты умеешь. «Женщина, что с тебя взять? Волос длинный, он короткий. А у тебя ни волос, ни ума. Ну и т.д.» Дело определенно двигалось к свадьбе. Наталья научилась без тяжелых для пищевода повреждений поглощать обильно перченые блюда. Вагаршак относительно правильно выговаривает имена Натальиных родителей. Валерия Тимофеевна и Константин Дмитриевич. Валерия Тимофеевна и Константин Дмитриевич проявили чудеса артикуляции и научились произносить «Вагаршак Аша Луисович» без мучительных вспомогательных телодвижений. Но до свадьбы так и не дошло. Наталья неожиданно для себя увлеклась новым соседом по подъезду. Новый сосед оказался прямо-таки Аполлоном Бельведерским. Он был прекрасен, как Аполлон, и женат, как Бельведерский. Жить на два кавалера, как другие благоразумные девушки, Наталья не умела. Вагаршак, признался она, у нас с тобой разные космосы. Ты — солнце, а я — звезда. Понимаешь? Нет, честно ответил Вагаршак. В общем, мы слишком разные. Я полюбила другого. И вот, прости меня. Дома разрушительница? Как ты могла? Звыл Вагаршак и вылетел пулей из квартиры. Дома чего? Чего? — переспросила Наталья в захлопнувшую дверь. Мне так сыт, стыдно. Каялась она на следующий день понаехавшей. Эх, не переживай. Чувства были, да, сплыли. Такое бывает. Сплыли. Да, это да. Наталья пошарила сумки в поисках носового платка. Ничего не нашла. Махнула рукой. Выдернула из бланка в строгой отчетности копейку. И сладострастно высморкалась. Ты чего? — сполошилась по наехавшей. Не волнуйся, я в изнаночную сторону. А этот твой, новый. Кто он вообще такой? Эх, хороший. Наталья закатила глаза. Но женатый. Совсем женатый? Совсем. Отбивать буду. Наталья повздыхала, попила водички, уставилась в окно. Напротив, возле стойки ресепшн, топталась группа не иначе однояйцевых японцев. Все они были в одинаково светлых плачах, темных брюках, белых кедах и крепко держали в руках черные портфели системы дипломат. Переводчица Светлана что-то объяснила им и махнула в сторону обменника рукой. Японцы дружно обернулись и уставились на понаехавшую с Натальей. Его сейчас думают все эти русские на одно лицо, хмукнула понаехавшая. Наталья хихикнула, но тут же снова пригорюнилась. Ой, он такой наивный, прикинь, даже выражение «кинуть палку» не знал. А что это такое напряглась понаехавшая? Ты что, тоже не знаешь? Ну, я понимаю, что такое «кинуть палку». А кинуть палку? А еще филолог оскорбилась Наталья. Ответить понаехавшей не успела. Группа японцев штурма взяла обменник. Менять иены на рубри. «Кинуть палку — это переспать, ясно?» Выпалила Наталья, когда последний иностранец, счастливо обменяв валюту, вернулся в припрыжку к ресепшн. «Палка — это...» Ну, она согнула в приличном жести руку, показывая, что такое палка. Понаехавшая хрукнула. «Да ладно! А то! И ты знаешь, что я хочу тебе сказать. Умеет вагашак кинуть палку? Ой, как умеет! Ты ему так и передай, чтобы он не страдал». Троюродному кузенку родственного сына тети Светы, понаехавшей, ничего про палку передавать не стала. А то неправильно еще поймет. Вагашак погоревал, поговорал, погоревал. Потом нашел себе другую девушку. Что примечательно, тоже Наталью. Планета была у него такая, влюбляться в Наталию. А трепетная Наталья ушла с головой в любовный треугольник. Через какое-то время она была выкинута оттуда мощным пинком Бельведеровой жены. В буквальном смысле этого слова. Вернулась Бельведерова жена с ночной смены. А тут такие дела. Она вылокла Наталью за волосы из квартиры. И передала ей пинком пудовой ноги такое ускорение, что Наталья, игнорируя в траектории полета все законы геофизики, пролетела другой дугой через один лестничный марш и утихомировалась на крыше мусоропровода. Оделась легко ушибом копчика. А ведь могла заик остаться на всю жизнь. Совет. В общем, ввязываясь в любовный триумфор и рад, берегите копчик. Мужиков на вашем пути может случиться, хоть отбавляй. А вот рудиментарных примочек в организме раз-два и обчелся. На всех не напасешься. Ну вот, на сегодня мы закончим. Вы были на канале Клауд Сити. Меня зовут Вадим. И я вас знакомил с рассказами на Рене Абгарян. И сегодня у нас была восьмая голова. Всем огромное спасибо подписчикам отдельно. Кто не подписались, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят у меня на канале. А на сегодня пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok